МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Взгляд из Венсполса» события «Люди мнений», а это значит в эфире Курзамское телевидение и в студии Татьяна Саксаганская. Завершился конкурс, организованный Венсполской городской думой на лучший рождественский декор. Конкурс проводится ежегодно, и в последнее время все сложнее жюри определить победителей. Кто же удостоился денежного приза в этом году, вы узнаете из сюжета Гонды Порнецы. 6 января съемочная группа Курзамского телевидения вместе с членами жюри отправилась к победителям конкурса на лучший рождественский декор. Жюри объехало все адреса, которые были заявлены на конкурс, и те, которые они заметили сами. Венсполщане в интернете голосовали за самую красивую витрину, фасад здания, за самый красивый двор. Победителям вручили не только грамоты, но и денежные призы в размере 300 евро. Конкурсное жюри оценивало декор в четырех номинациях. В одной из номинаций два конкурсанта набрали одинаковое количество баллов, поэтому приз был вручен обоим. В номинации «Лучшее праздничное оформление публичного здания» победителями стали кафе Дарзена, инженеру 43, приз вручили Вестерсу и Айвине Взоровым, и второй победитель – Центр поддержки детей-инвалидов Цимденч на Кулдыгас 4. Рождество – это такой праздник, при котором сама подготовка к празднику намного важнее, чем сам момент, когда уже все садятся за стол и начинают праздновать. Сам процесс праздничного декорирования, изготовление пипар-кокос, учение стихов, проведение праздничных занятий – все это создает праздничную атмосферу, которая царит самое малое на протяжении всего месяца, пока мы готовимся к этому моменту. Мы подыскивали варианты, что могут сделать наши дети, используя бесплатный материал, чтобы достичь максимального эффекта. А вы получали комплименты? Да, со всех сторон. Ева рассказывает, что для того, чтобы добиться желаемого эффекта, она по вечерам, вставая на туберет, зажигала гирлянды. Чтобы в будущем не приходилось этого делать, на выигранные средства Центр приобретет электроинсталляцию, тогда не придется использовать гирлянды на батарейках. Радует то, что в последние годы все больше жильцов частных домов украшают свои здания. И делают это все ярче. И делают это все красочнее. Мы видели, что даже целыми улицами начали украшать. Есть такие участки улиц, как Настрелнику, Тейрауда, Калаю. Там почти каждый дом украшен. И эта тенденция очень радует. Люди сами создают себе праздник. В номинации «Жилое здание» с самым красивым признали дом по адресу Прежу-17. Приза удостоилась его хозяйка, Ирбы Мелкурте. Самая красивая витрина в этом году у магазина «Рубин» на проспекте Лейлась. Художественная школа победила в номинации «Лучшее оформление учреждения образования». Сразу бросается в глаза то, что все украшения вы делали сами, своими руками. Это самое ценное. Определенно, в следующем году надо принять участие. Использовать то, что у вас уже есть, и еще что-то подготовить, чтобы было еще красочнее, чтобы уровень в следующем году был еще выше. Сложно было придумать самую концепцию, что конкретно делать. Концепция была такова. У нас есть работы детей, и мы решили, что их надо показать и другим, потому что в школе работы никто не видит. А если они в окнах, то можно посмотреть. Сейчас сложное время, когда все происходит удаленно, а как у художников все проходит. Художникам тоже сложно, но мы стараемся. Горожане свои голоса отдали детскому саду Пенените, которое находится по адресу Бривибас, 15. Такие домики есть и во втором нашем учреждении, в детском саду Саулейта. Мы дали возможность педагогам творчески выразить себя. Интерпретацию каждого здания своя. Просто здесь, благодаря тому, что окна более заметны, проходящим мимо пешеходам, они могли разглядеть различные красивые мелкие элементы, которые изготавливали и дети, и все работники, не только педагоги, но и нянечки. Все вместе вырезали эти красивые снежинки. Всего жюри оценило 26 номинантов, и в некоторых случаях победителя выбрать было не так-то просто. Выбирать всегда непросто. В этом году особенно трудно было в номинации жилых домов. Все участники были довольно равноценны. А школы всегда оценивать сложно, ведь там очень много ручной работы. Хорошая новость. Занятие в дигитальном центре во втором семестре будет проходить в очном режиме. Очно заниматься могут школьники, у которых есть действующий сертификат, полученный либо после болезни, либо после вакцинации. Кроме того, школьники еженедельно сдают тесты на COVID, поэтому родители должны отправлять отрицательные результаты теста педагогу через портал «Э-классы». Те школьники, у которых нет сертификата, должны предъявлять отрицательный результат теста, который проводится для всего класса. Маленькие учащиеся цифровой школы в возрасте до 6 лет тоже могут заниматься очно. Если они посещают малую школу STEM, то самотест проходить не надо. Если ходят в цифровую школу английского языка, то тест необходим. И делать его надо не позднее, чем за 24 часа до занятий. Выдавать его будут бесплатно в дигитальном центре. Кроме того, на занятиях школьники должны быть в масках. Если возникли какие-то вопросы, можно все уточнить по телефону 28 63 23 51 либо по электронной почте gunta.stepenya.advenspols.lv Даже будучи слабовидящим, можно стать художником. Это прекрасно доказала Анита Берзиня, картины которой выставлялись уже в разных местах Латвии. А сейчас они украшают стены Зурской основной школы. С 2016 года реабилитационный центр Латвийского общества незрячих осуществляет проект под названием «У темноты есть цвет». В рамках этого проекта инвалиды по зрению становятся художниками и создают картины, доказывая то, что темнота разноцветная. Надо только повнимательнее присмотреться и творить от всей души. Одна из выставок проекта представлена в Зурской основной школе. Одна из моих бывших клиенток, прошедшая этот курс в реабилитационном центре Латвийского общества слепых, очень слабовидящая женщина Анита Берзиня начала рисовать. И у нее же довольно большая коллекция работ. И мы предложили ей выставить свои работы в школе. Она любезно согласилась, так выставка и была создана. С выставками дела обстоят так. Я вообще не хотела нигде выставляться. Ну, только в обществе слепых. Но объявилась одна моя знакомая и уговорила выставить работы в информационном центре в Мерсраксе. Я согласилась. Отзывы были очень хорошие. И это уже моя пятая выставка. Коллектив реабилитационного центра межотраслевая профессиональная команда с большим опытом. В своей работе сотрудники центра используют методики, разработанные ими самими, либо те методики, которые они переняли у зарубежных коллег. Основная цель работы – помощь незрячим людям овладеть различными навыками, усовершенствовать их, чтобы незрячие могли научиться самостоятельно жить и поменьше зависеть от других. У Латвийского общества слепых есть реабилитационный центр, функцией которого – помочь людям, потерявшим зрение, приобрести какие-то новые навыки. Например, работать с тифлотехникой. Эта техника помогает в быту. Либо научиться передвигаться, либо уметь спросить время – это техника общения. Поэтому в этом реабилитационном центре проходят различные занятия, на которых слепые или слабовидящие люди могут освоить или возобновить навыки, которые им нужны. Проект Анит и Берзини «У темноты есть цвет» – это хорошая возможность отвлечься от будничной жизни, от грустных мыслей, содействовать позитивному настрою. И в основном на картинах Анит – цветы. Когда у меня был свой дом в Венсполсе, мой дом просто утопал в цветах. Мне очень нравятся цветы. Думаю, что это как-то характеризует человека. Зная о том, что она истинный ценитель красоты, ее дом, когда она жила в Венсполсе, на все праздники всегда был оформлен. Оформлены подоконники, оформлен сад. И все это было сделано со вкусом. Даже сейчас, когда она живет в стенде, и возможности ее не настолько большие, все равно к Рождеству ее подоконник был украшен. Еловая веточка была с шариками, гирляндой. Она делает это для того, чтобы ей самой было приятно и чтобы других радовать. Даже будучи вовлеченной в программу многие годы, каждый раз есть чему учиться. При этом Анита отмечает, что живопись – довольно дорогое удовольствие, но все-таки каждая работа приносит особое удовлетворение. Когда выходишь на пенсию и появляется много свободного времени, можно реализовать свою давнюю мечту. Мы потихоньку работали, я ее консультировала, обучала различным приемам, а это был тот случай, когда у человека никаких начальных знаний не было. Просто ей это очень нравилось, и она хотела. И вот он и результат. Знаете, я получаю такое удовольствие, когда люди видят мои работы, когда они их комментируют. Я хотела бы, чтобы и критика тоже была, а не только добрые слова. Ведь я понимаю, что я никакой не художник. Это всего лишь мое хобби, и все. Время пандемии можно посвятить себе. Подумать о своих мечтах, говорит Анита. О том, как их осуществить. В дальнейшем художница планирует научиться писать портреты. А сейчас самое большое вдохновение Анита находит в своей дочери. Уже даже были попытки отобразить ее на холсте. Это все события на сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра. Венсполское коммунальное управление призывает горожан сообщать о случаях повреждения городских объектов, элементов инфраструктуры. Если вы заметили, что не работает освещение, сломался светофор, поврежден дорожный знак, на дорогу упало дерево или ветки и необходимо оперативное реагирование городских служб в целях устранения неполадков, звоните по номерам телефонов, которые вы видите на своем экране.